Ну что ж, вы просили, я делаю. Джинкс это покемон человеческой формы, ледяного и психического типа из первого поколения. Является финальной стадией эволюции с мучution, но они позже. Внешне Джинкс больше всего известна своими... ...губами. Практически всё её туловище закрыто платьем кораллового цвета, а её кожа фиолетового оттенка. Вообще, какое-то время кожа Джинкс была чёрного цвета. К замене цвета побудила Кэрол Боссен Уэзефолд, американская писательница и критик, которая известна в принципе только критикой покемонов, конкретно Джинкс. Её большие губы, очень чёрный оттенок кожи и глаза можно притянуть за блэкфейс. После движения за гражданские права чернокожих США, это является довольно обидным делом. Хотя стоит отметить, что, возможно, геймфрик решили сделать такой оттенок кожи, вдохновляясь, например, как обычно, японской мифологией. В этом случае это горная ведьма Ямауба, блондинка с тёмным оттенком кожи и большими губами. Ну или у Джинкс это вообще не кожа. В общем, непонятно, от кого именно произошла Джинкс, потому что есть и другие варианты, но не будем затягивать видео. Когда Джинкс ходит, она танцует под свой ритм, что может побудить и других людей танцевать, а поцелуи её губ может даже усыпить. Джинкс известна своим пением, которое словно человеческое. Некоторые композиторы в мире покемонов даже пишут песни специально по то, чтобы их пила Джинкс. Её речь может напоминать человеческую, но в том-то и дело, что может. Ведь она на деле говорит, ну, непонятно что. В некоторых частях Галара её называли Королевой Льда, но заслужено ли это? Из этих статов вы можете сделать вывод сами. Особенно мне нравится здесь... Защита! Благодаря TMTR она может выучить много чего, но с набором атак по уровню... Не густо. В теории, конечно, можно вывозить этим покемоном, прокачав и Вина максимум, да и обелки не такие бесполезные. Но меня всё ещё терзают смутные сомнения. Особенно если мы говорим про восьмое поколение. У этого покемона есть ещё преэволюция. Смучуум. Целующий покемон тех же типов из второго поколения. Он относится к бэби-покемонам. То есть покемонам-детёнышам. И статы у неё будут... соответствующие. Короткие и светлые волосы с чубчиком сверху, большие губы, да и в принципе ничего особенного в этом двуногом покемоне. Смучуум шагает быстро, а также двигая своей головой. Но при этом часто падает. Её губы очень чувствительны. Она их использует для того, чтобы идентифицировать неизвестные ей объекты, да понять, что ей нравится, а что нет. И несмотря на то, что она может напомнить какую-нибудь модную девчонку, да и в целом она подходит на эту роль, она не особо заботится о киене своего туловища. Ну а если конкретно её лицо станет хоть немножечко грязным, ну это извините, куда деваться. Продолжение следует...